Российская певица Юлия Началова перенесла операцию на ноге. Как сообщает Стархит, хирургическое вмешательство обернулось обострением состояния здоровья певицы и сильным кровотечением. Реклама уточняется, что врачи решили провести операцию из-за повторного абсцесса конечности. По некоторым данным, Началова по-прежнему находится в состоянии искусственной кома в реанимации. Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители, больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков, существующий риск отека легких, передает слова медика издания. Проведение операции подтвердил отец артистки Виктор Началов. Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечит. Больше ничего не могу сказать. Цитирует композитора ТАСС, в свою очередь пиар-директор Началовой Анна Исаева выразила надежду, что певица вскоре пойдет на поправку. Была плановая операция, она и должна была быть, ногу чистили. Юлия в искусственной коме лежит в реанимации, мы надеемся, что организм скоро начнет давать отдачу, передает ее словарь и о новости. Кроме того, в комментарии сайту КП, Ру Исаева подчеркнула, что состояние певицы немного улучшилось. Также представительница Началовой добавила, что очаг заражения никогда не был на ступне. То, что пишут, сочинительство на вольные темы это называется, посетовала она. Напомним, новость о госпитализации Началовой появилась в СМИ в начале этой недели, однако тогда представители исполнительницы всячески ее опровергали. Спустя пару дней, когда появилась информация об ухудшении состояния ее здоровья, помощники Юлии все-таки подтвердили слухи. В прессе отмечается, что в больнице артистка оказалась на фоне повышения сахара в крови и подагры, от которой она страдает уже не первый год. Известно, что Началова на протяжении 8 лет борется с хроническим заболеванием, о чем долгое время скрывала. В прошлом году звезда решила публично заявить о своей проблеме в эфире программы «Судьба человека». В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она призналась, что причиной подагры стала пластическая операция. По словам Юлии, из-за того, что импланты не прижились, у нее началось заражение крови, и как следствие, отказ почек и подагра. Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра — болезнь королей. Слава богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты, которые смогли мне помочь, — рассказывала она. По словам Началовой, из-за сложившейся ситуации она была даже вынуждена пройти через ряд тяжелых операций по удалению силиконовой груди. Серьезные проблемы со здоровьем певицы шокировали многих ее коллег. В частности, подруга Началовой, актриса Евелина Бледанс рассказала, что сперва не поверила в достоверность сообщений о ее тяжелом состоянии. Сейчас мы снимались вместе в большом проекте, где мы перевоплощались в других персонажей, и уже были наставниками. Встречались каждый день на съемочной площадке. И Юлька, конечно, удивительно лучезарный человек. Приводят слова Бледанс РЕН-ТВ, о сильном характере Началовой упомянул, и певец Сергей Пенкин, она просто такой человек, как солдат, она не показывает этого. Она настолько всегда улыбается. Когда стало известно о случившемся, друг Началовой, артист Александр Панайотов также выразил свое сочувствие и пожелал ей скорейшего выздоровления. «Все мои лучи добра сейчас летят к тебе, моя дорогая Юлия Началова, скорейшего выздоровления. Тебя ждут родные и близкие, миллионы поклонников, сцены и великие дела», — написал вокалист в Инстаграме. Певица Катя Лель также не осталась равнодушной к беде и записала видеообращение, где попросила артистку держаться изо всех сил во имя своей дочери Веры. «Я помню, когда ты принимала участие в программе «Последний герой», как много ты прошла испытаний, как ты рассказывала мне об этом. «Я помню тебя так много лет, и ты должна обязательно скорее выздороветь. Потому что у тебя великолепная дочь Верочка, которой ты так много должна еще дать, поднять ее на ноги. Я хочу, чтобы ты почувствовала всю нашу любовь, всю нашу теплоту и скорее к нам вернулась», — пожелала Лель. Редактор субтитров в А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова